В музее имени Николая Лобачевского Казанского федерального университета хранится один из самых главных и ценнейших экспонатов музея личная печатка Лобачевского На протяжении многих поколений эта печать хранилась в их семье и она хранилась даже как ценные реликвия потому что даже во время Великой Отечественной войны во время блокады его родственники жили в Ленинграде точнее потомки Николая Ивановича жили в Ленинграде и они вывозили из эвакуации как раз эту печатку то есть они ее берегли как главную реликвию Впоследствии в 1956 году в Национальном музее ТАССР проходила юбилейная выставка в честь Николая Ивановича и его потомки приехали сюда и передали эту печатку в Казанский университет Эта печатка стала главным экспонатом одним из главных экспонатов музея истории Казанского университета и один из первых экспонатов Впоследствии этот экспонат довольно был ценен для музея и о его ценности говорит то, что эту печатку экспонировали только в том случае если проходили какие-то важные мероприятия или приезжали высокопоставленные делегации Впоследствии она предстала перед нами в музее Николая Ивановича у Бачевского в 2017 году Сама печатка выполнена в форме женской головы Эта девушка француженка, скорее всего крестьянка но возникает другой вопрос почему именно крестьянка? Потому что главной убор на этой девушке был распространен среди французских крестьян с эпохи еще средневековья и сделана она из бронзы с частичной позолотой Почему же эту печатку мы называем печаткой Лобачевского? Дело в том, что на круглом основании печатки располагается фамильный герб Николая Ивановича Именно поэтому гербу ученые определили хозяина заветной печатки В 1838 году ему было пожаловано потомственное дворянство и он, как потомственный дворянин, должен был иметь свой собственный родовой герб И он вместе с геральтмейстерами, с различными специалистами стал его разрабатывать Там изображены стрела, платкова, пчела и шестиконечная звезда Каждый из этих символов имеет собственное значение Помимо геральтмейстера, его конторы в создании герба принимает участие и сам Лобачевский Можно предположить, что каждый символ, изображенный на гербе, отражает натуру его владельца Если говорить о точной дате создания печатки, то она неизвестна Но ученые предполагают, что это конец 18-го, начало 19-го века Амир Ахтямов, Универньюс